Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусную, полезную, домашнюю куриную колбасу. Здесь у меня 400 граммов бедрышек без костей и кожицы. И также одно куриное филе весом 300 граммов. Я беру бедрышки и нарезаю их сначала на длинные тонкие полоски и потом на такие вот маленькие кубики. Сейчас я вам покажу размер кубика одного. Вот такие приблизительно. Куриные бедрышки перекладываем в миску и сейчас займемся куриным филе. Куриное филе можно измельчить при помощи блендера или мясорубки. Чтобы блендеру было проще моему, я нарезаю на небольшие кусочки куриное филе. Я измельчаю небольшими порциями, чтобы блендеру было не слишком тяжело. Если вы делаете при помощи мясорубки, то у вас, конечно же, таких проблем не возникнет. Вот до такого состояния измельчаем куриную грудку. К фаршу добавляем половину чайной ложки сушеного чесночка, половину чайной ложки паприки, если есть копченая, то прекрасно подойдет. Маленькая щепотка мускатного ореха, неполная чайная ложка соли или солите по своему вкусу. Черный молотый перец, столовая ложка крахмала, это 10 граммов. Крахмал у меня кукурузный, но также подойдет картофельный. Нам нужно добавить крахмал для того, чтобы у нас получилась не сухая котлетка в бульоне, а чтобы у нас вот этот фарш удержал влагу и колбаса была более сочная. Также добавляю сюда 80 миллилитров сливок, можно добавить молока. И для баланса вкусов я добавляю сюда 1 четвертую чайной ложки сахара, чтобы у нас все специи и соль лучше раскрылись. Перемешиваем, чтобы у нас с вами получился однородный фарш. Он уже сейчас очень вкусно пахнет, и если у вас есть возможность, то можно затянуть миску пищевой пленкой и оставить фарш на ночь, чтобы он хорошенько пропитался всеми специями. Теперь хорошенько вымешиваем фарш вручную. Благодаря измельченному куриному филе фарш, вот вы почувствуете, он прям такой липкий, и тоже крахмал этому способствует. Так вот перемешиваем. Цвет очень приятный, благодаря паприке. Теперь нам понадобится рукав для запекания. Его разрезаем, чтобы у нас получились вот такие вот длинные заготовки. Фарш я визуально вот так вот разделяю на две части и выкладываю на пергамент. Можно сделать одну большую колбасу, а можно вот две такие поменьше. Теперь стараемся максимально плотно скрутить колбасу. Вот так вот выдавливаем весь воздух, стараемся, чтобы у нас не было внутри пустот. Конечно, некоторые пустоты могут остаться, ничего страшного. Теперь берем вот эти вот края и заворачиваем как котлету. Ой, как конфету, котлету! И так же сворачиваем следующую колбасу. Здесь важно, чтобы у нас поменьше внутри было пустот. Но, конечно, мы от них не застрахованы, потому что мы все делаем вручную, без всяких приспособлений. Поэтому, возможно, внутри у нас и будут какие-то пустоты. Но все равно колбаса получится у нас просто крутейшая. Вот так вот хорошо фиксируем. И теперь можно воспользоваться железными клипсами для рукава для запекания или же завязать нитью. Один край завязали. Теперь еще вот так вот можно хорошенько уплотнить. Берем нитку. Вот так вот ее держим и вот так вот завязываем, чтобы у нас было поплотнее. Все. И теперь завязываем на узелок. Я вам покажу, какой плотный получается у нас батон колбасы. Вот, посмотрите. Вот такая плотненькая колбаска. Разогреваем духовку до температуры 200 градусов и выпекаем 40-45 минут. Если у вас нет духовки, то можно отварить в воде. Тоже варим где-то 40-45 минут на среднем огне. Но очень хорошо обмотайте еще колбасу в пищевую пленку, чтобы никакая вода не попала внутрь. После запекания оставляем колбасу остыть при комнатной температуре, а потом ставим в холодильник на ночь, чтобы она хорошо держала у нас форму. Но я признаюсь, что мы не выдержали. Съели первую колбасу сразу же после ее остывания, а вторую поставили в холодильник, чтобы показать вам уже финальный результат. Достаем колбасу. Вот, посмотрите, она у нас уже остыла полностью, отлежалась в холодильнике. Вот так вот она выглядит. Чудесно держит форму. Посмотрите только. Даже подрумянилась в духовке. Если вы будете отваривать, то, конечно, она у вас не зарумянится. И сейчас мы будем ее нарезать. Посмотрите, она такая плотненькая. Прекрасно держит форму. Очень красивый цвет внутри. И есть кусочки мяса видны. Вот так вот, даже если посмотреть, то и не скажешь, что это домашняя колбаса, потому что в магазинах тоже продаются вот такие куриные колбасы. А мы такую сделали очень легко и просто в домашних условиях. Посмотрите, какая у нас колбаса. Она достаточно пластичная и эластичная. Сейчас вот разломаю, покажу вам. И, конечно же, сейчас буду пробовать, потому что она очень вкусно пахнет. Пробую. Настоящая вкуснятина, домашняя, с ароматом чесночка, нежная, вкусная, куриная колбаса. Отличная альтернатива. На бутерброды просто вот такой вот суперский вариант. На завтрак тоже просто вот, на перекус с собой в дорогу. Тоже классная идея, абсолютно домашний продукт. Вы знаете, что туда положили, поэтому можете доверять себе на 100%. Что не скажешь про магазины. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.